По сути дела вокзал является воротами в старый город, находящимися в непосредственной близости к зданию правительства и государственной канцелярии Эстонской Республики. Уже такое расположение говорит о том, что железнодорожные вокзалы и окружающие постройки обязаны быть в визитной карточке не только столицы, но и всей страны. Самое первое здание вокзала было построено еще в 19 веке и сразу же стала расцветать привокзальная торговля, особенно тогда, когда появились первые пригородные поезда. Со временем возник и привокзальный рынок, а в 67 году прошлого века, когда вокзал был готов уже более-менее в нынешнем виде, рынок решили не сносить, а отремонтировать его в самое ближайшее время. Это так называемое ближайшее время растянулось на полвека. Торговые ряды временами обновлялись, что-то ремонтировали, но стало ясно, что без новой идеи и капитальной перестройки уже не обойтись. Когда проект был готов, он был выставлен на публичное обсуждение, причем многим понравилось, что здания на этой территории в основном сохранят свой прежний внешний облик. Балтийский рынок не сносят, но Балтийский рынок будет перестраиваться. Перестройка рынка начнется с января месяца и продлится примерно полтора года. В течение этого периода мы полностью реконструируем рынок, достроим ему подземный этаж. В общей сложности будет новый рынок трехэтажный, один подземный этаж, первый этаж и второй этаж. И весь рынок будет покрыт общей крышей, так что мы больше не будем зависеть от погоды. И после этого, когда будет новый рынок готов, мы с радостью всех тех, кто сегодня у нас торгуют, переведем на новый рынок и также приглашаем всех клиентов. Итак, первый этаж планируется отвезти под традиционный продовольственный рынок, где особенно будут ждать местных фермеров и хуторян. Будут здесь и рыбные ряды, что логично для морского города. На втором уровне будут торговать мебелью, промтоварами и антиквариатом. Там же можно будет и вкусно поесть. И, наконец, подземный этаж займет парковка и супермаркет. 1 января рынок на Балтийском вокзале будет закрыт. Но продавцы продолжат работать в организованных рядом помещениях рынка Депо, где раньше, кстати, и находилась вагонная Депо, и где торговля начнется уже с 5 февраля будущего года. Открытие обновленного рынка должно состояться к весне 2017 года. Но время покажет, смогут ли строители уложиться точно в срок. Ведь возведение подземной парковки, особенно рядом с трамвайными линиями, да еще с нашим непростым известняковым грунтом, неизбежно сопряжено с техническими проблемами. Но в любом случае, организаторы столь масштабной реконструкции постоянно подчеркивают, что нынешнее закрытие рынка у вокзала временное. Александр Сахаров, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.